В Тверском ДК «Химволокно» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С окончанием сезона аграриев поздравили губернатор Игорь Руденя, статс-секретарь Министерства сельского хозяйства России Иван Лебедев, депутаты Госдумы Сергея Веремеенко и Светлана Максимова. Перед началом праздника они пообщались с ветеранами и молодыми специалистами. Развитие агропромышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, сохранение действующих мер поддержки. Эти и многие другие вопросы обсудили высокие гости за чашкой чая с молодыми специалистами, а также с их коллегами, которые уже много десятилетий работают на земле. В частности, замминистра попросили откорректировать программу по выплате дотации новичкам. Если он где-то уже работал и в трудовой книжке есть что-то, то он уже в программу не попадает. И это как бы большой минус. Ваше предложение абсолютно несправедливо. И мы понимаем, что более того обстоятельства, которое послужило, где-то нужно подождать полгода. Человек не может же не работать. Он где-то трудоустраивался, был, но потом пришел на сих пор с предприятием. Поэтому корректировку поддерживаем, мы ее обязательно сделаем. По результатам встречи Игорь Руденя поручил проработать вопросы ремонта в одном из детских садов Санковского района, а также возможности газификации отдельных хозяйств в Беженском районе. Тем временем лучшие аграрии Верхневолжья уже собирались в ДК Химолокно. Среди них Юрий Лойко, который разве что только поздней осенью и может выбраться на подобные мероприятия. А так, особенно в страду, он почти не покидает кабину своего трактора. Мы езжаем рано утром и до позднего вечера, до темна, в поляр. Работаем и с сменами день-ночь. Трактора, можно сказать, не кучим. Юрий Лойко один из тех, кто в этот праздник был лично награжден губернатором Тверской области. Выступая перед собравшимися, Игорь Руденя отметил исключительную ценность труда аграриев. Работа в сельском хозяйстве – это не просто производство, это образ жизни, сохранение вековых традиций нашего населения, нашей территории. От имени всех жителей Тверской области я хотел бы сказать искренние слова благодарности вам и всем вашим коллегам, а также ветеранам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Развитие инфраструктуры села, аграрного производства в числе приоритетных направлений для Верхней Волжья. В текущем году по сравнению с 2018-м до 70 600 гектаров увеличились посевы зерновых и зернобобовых до 5000 гектаров площади льна. Увеличился валовый сбор зерна и картофеля. Отмечена динамика в животноводстве. Постоянно подписываются новые соглашения о строительстве современных агрокомплексов. В Тверской области грамотно выстроена инвестиционная политика. Это тот яркий пример, который можно тиражировать, отметил, выступая перед собравшимися, стать секретарь федерального медсельхоза Иван Лебедев.